Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Я вас приветствую в 13 уроке видеокурса Landing Page для начинающих. И в этом уроке я покажу вам, как добавить ваш сайт в поисковую систему Яндекс и Google. Это нужно делать обязательно, чтобы сказать поисковым машинам, то есть показать им, что появился новый сайт, и нужно на них запустить своих роботов, так называемых ботов, чтобы они начали его индексацию, и чтобы сайт появился в выдаче в интернете. Это обязательное действие, если вы это не сделаете, сайт может так и не попасть ни в Google, ни в Яндекс. И через Google, через Яндекс вы можете забыть о трафике. Это несложно сделать, давайте сейчас это произведем. Сразу хочу сказать, у вас должен быть хоть один какой-то аккаунт в Яндексе, и хоть какой-то один аккаунт в Google. Это может быть Яндекс.Почта или Google.Почта. В общем, не важно, любой аккаунт. Потому что при добавлении сайта в Яндекс, Яндекс попросит сначала зарегистрироваться. Естественно, я эти подробности о регистрации в Яндекс и Google я опускаю. Я не буду показывать, как это делается, потому что я не вижу в этом смысла. Регистрация там обычная, и я очень удивлюсь, что если у вас нет там аккаунта. То есть нет ли почты или еще какого-то сервиса. Поэтому, если у вас нет аккаунта, ни в Яндексе, ни в Google, то ставьте это видео на паузу. Сначала произведите обычную регистрацию, а потом возвращайтесь к этому видео. Итак, будем считать, что у нас уже есть аккаунт. Я здесь авторизован, у меня есть почта от Яндекса. Вы должны находиться на странице yandex.ru. И вот здесь, выше поиска, есть такая ссылка «Еще». Кликаем по ней, а потом кликаем в выпадающем списке все сервисы. Здесь показаны всевозможные сервисы от Яндекса. Крутим ниже и находим раздел «Для бизнеса». И нам нужна вот эта вкладка «Webmaster». Переходим сюда. Соответственно, если у вас тут нет ни одного сайта, то мы кликаем вот сюда на кнопку «Добавить сайт». Если у вас есть сайты, то вот здесь вот «Мои сайты». Перейдете, и тут будет отображаться список ваших добавленных сайтов. Кликаем «Добавить сайт». Теперь нам нужно указать адрес сайта. То есть у вас свой адрес, у меня свой. Копируйте свой адрес целиком, как он есть. И в Яндексе вот в это поле пустое вписываете адрес. И рядом есть такая кнопочка «Добавить». Нажимаем на нее. На следующей странице Яндекс предлагает нам выбрать способ, как проверить права на сайт, на том, что действительно мы владельцы данного сайта или нет. Есть несколько вариантов. Вот здесь вот есть такие вкладки. Давайте попробуем выбрать вторую вкладку «MetaTag». Это просто для того, чтобы Яндекс увидел, что вы имеете доступ к FTP-ресурсу. Этого достаточно для Яндекса, чтобы он понял, что сайт принадлежит нам. Потому что, как правило, если сайт чужой, мы не знаем и не имеем доступа к файлам сайта. В общем, на вкладке «MetaTag» вы видите вот такую строчку. У вас, соответственно, здесь свои данные. То есть вот эту строчку мы целиком копируем. И теперь мы открываем с вами программу Adobe Muse. Открыли программу. Теперь страница, свойства страницы. «MetaDany». И самое нижнее поле «HTML». Вот это поле. Сюда вставляем «MetaTag». Нажимаем «Ок». Мы внесли эту строчку в программе. Но этого еще нет на нашем хостинге. Поэтому нам нужно обновить файлы на хостинге. Идем в «Файл». «Передача на FTP-сервер». А если вы сохраняли сайт на компьютере после того, как вы здесь вносили данные от FTP, у вас должно здесь все остаться. То есть, как у меня, заполнены все поля. Вам придется лишь только выбрать «Передача». Только измененные файлы. Но у меня уже это стоит. Нажимаем «Ок». И ждем, когда наш сайт обновится на хостинге. После того, как операция была закончена, мы переходим обратно в «Яндекс». И нажимаем вот здесь ниже кнопка «Проверить». И ждем, пока «Яндекс» проверит наличие данного мета-тега у нас на сайте. И у нас выскакивает такое сообщение. «Сайт успешно добавлен в очередь на индексацию». Ну и с «Яндексом» здесь все туго. Нужно подождать месяцок, а то и больше, пока «Яндекс» проиндексирует новый сайт. Но опять же, предупреждаю вас, что вот такой домен, как сейчас вы видите у меня, возможно, что он даже не проиндексируется вообще никогда. Есть такое. Поэтому я вам сейчас показываю просто принцип работы, да? Как добавить сайт в «Яндекс». То есть я об этом вас уже предупреждал о бесплатном домене. Но если домен.ру, то ждать месяцок минимум нужно. С «Гуглом» все проще. Сайт может проиндексироваться в этот же день. Вот такая вот разница. С «Яндексом» все. Все просто. Теперь переходим в «Гугл». Переходим в поиск «Гугл» и вписываем в строке поиска «Гугла» «Добавить сайт Google». И находим вот такую строчку. У меня она третья вылезла. Переходим по ней. У вас должна открыться вот такая страница, но здесь у вас не будет сайтов. Это два моих добавленных сайта. Вот если вы не нашли этот адрес, по которому надо перейти, этот адрес будет на моем блоге. Рядом с видео. Опять же, чтобы попасть на эту страницу, видно, что вот здесь моя фотография. У меня есть аккаунт почты. Соответственно, здесь также вы должны завести почту Google, например. И тогда все сервисы Google вам будут доступны под этим аккаунтом. Здесь мы должны найти такую кнопку красную. Справа «Добавить ресурс». И аналогичным образом указываем адрес сайта. Потом мы нажимаем на кнопку «Продолжить». Здесь аналогичная ситуация. Google просит подтвердить права, что мы являемся владельцем данного сайта. В принципе, давайте подтвердим наши права тем же способом, вставив метатег. Переходим вот на следующую вкладку. Альтернативный способ. Ставим точку, тег HTML. И примерно у нас аналогичная строчка, только от Google. Вот так вот целиком ее копируем. Идем обратно в Muse. Страница. Свойства страницы. И ниже мы вставляем строчку MetaName от Google. Окей. И опять файл. Передача файл на FTP. То есть передаем сайт обратно к нам на хостинг. Только измененные файлы. Окей. Ниже кнопка Подтвердить. Поздравляем! Вы успешно подтвердили права на собственность сайта. У вас здесь свой адрес, у меня свой. Если кликнем вот на эту красную надпись Search Console, то здесь будет отображаться список ваших добавленных сайтов. То есть у меня было два, вот у меня третий тут добавился. И в принципе, если домен у вас тут нормальный, не бесплатный, то на следующий день сайт уже будет гарантированно проиндексирован. Вот такой получился несложный урок. На этом все. И увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы. Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный, потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пэдж, делайте их круто! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok